19 мая отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Каждый 12-й житель планеты живет с хроническим гепатитом В и С, а каждые 10 секунд им заражается новый человек. Что нужно знать об этом опасном заболевании и как уберечь себя, об этом вы узнаете прямо сейчас в программе Актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях врач-инфекционист Немецкой окружной больницы Елена Микушева. Елена Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть вас в студии. Давно мы с вами не встречались. Расскажите, вот в Немецком округе много заболевших гепатитом? Да, но у нас есть своя статистика. У нас, кстати, регион вот один из самых таких напряженных в плане хронических гепатитов С. По отношению с другими регионами у нас такая вот, учитывая наше население, у нас много пациентов. Но гепатит В поменьше, пореже встречается. Но тоже есть случаи пациентов и с хроническим гепатитом В. Вот считается, что гепатит это болезнь преимущества, преимущественно алкоголиков и наркоманов. Так ли это на самом деле? Абсолютно, абсолютно не так, абсолютно. Это совершенно неправильное мнение, это абсолютно неправильное мнение, потому что большая часть наших пациентов, это люди социально благополучные, совершенно правильные люди. И при каких условиях они заразились, очень сложно сказать, потому что 70-80% случаев мы так и не можем определить, при каких условиях произошло инфицирование. А вообще как можно заразиться тогда? Вопрос напрашивается. Ну, вот гепатиты В и С, они тоже немножечко отличаются. Гепатит В, он более мелкий, им заразиться проще. Он более устойчив в окружающей среде, он более мелкий, там быстрее происходит проникновение через кожу поврежденную, конечно, через слизистую. Гепатит С вирус, он более крупный, там заражение происходит не так часто, как при гепатите В, ну, при обычных условиях, я там не говорю, когда там уже искусственно созданы условия, которые способствуют проникновению вируса. Вот. Заражаются пути передачи у нас, механизм передачи у нас основной это все-таки через поврежденную кожу и слизистая, так называемый, парентеральный. И для гепатита В более характерно, чем для гепатита С, половой путь передачи. Также, возможно, передача вируса от матери ребенку, да. Это тоже больше, все-таки, большую опасность представляет для себя, представляет вирус гепатита В, вирус гепатита С в меньшей степени, реже. Но, тем не менее, тоже может реализоваться передача от матери ребенку и вирусную гепатиту С. А сколько всего типов существует? Пять? У нас две большие группы гепатитов. Значит, есть у нас гепатиты с так называемым энтеральным механизмом передачи. Это, то есть, гепатиты, которые передаются при контакте, да, с водой там, с пищей. Это у нас и гепатиты А и Е. То есть даже водой можно заразиться? Вы знаете, вот для энтеральных гепатитов водный путь передачи – это наиболее характерный путь передачи. А водой какой? Питьевой или морской? Ну, питьевой, конечно, питьевой. Вирус должен попасть в организм при питье жидкости, во время еды, может быть, при контакте. Если там, ну, если грязные руки облезать, ну, так же, как и другие заболевания инфекционные, вот эти вот два гепатита А и Е. А нашу воду на Ринмарскую как-то обследуют? Нашу воду на Ринмарскую обследуют. Наша вода под постоянным контролем, и она очень хорошая вода, ее не надо бояться. А были ли случаи, вот когда массово болели гепатиты? Вот этими антеральными? Да. Вот в начале моей трудовой деятельности в 80-е, там, 90-е годы у нас было очень много вирусного гепатита А в округе. Очень много. Вот. Для гепатита А что еще характерно? Это заболевание, которое заканчивается выздоровлением, хронических форм гепатита А не существует, только острая форма, и после перенесенного гепатита остается пожизненный иммунитет. То есть, если ребенок в детстве переболел гепатитом А, то он уже гепатитом А не заболеет. А правда ли, что в 80 случаях причиной рака печени является как раз гепатит В? Ну да, гепатит В, он такой, он в этом плане, конечно, опасный гепатит. То есть, он переходит в хроническую фазу, да, то есть, если лечится им нельзя? Если человек заболевает острым гепатитом В, то все-таки большая часть пациента с острым гепатитом В выздоравливает, острый гепатит В реже переходит в хроническую форму, в отличие от гепатита С. Но если гепатит В перешел в хроническую форму, тогда, да, быстрее там, ну, может сформироваться. А при каких обстоятельствах он переходит как раз в хроническую форму? Когда поздно выявили его? Ну, там очень все индивидуально. Там больше, наверное, зависит не от того, что поздно выявили, а от того, как организм отреагировал на поступление в организм вируса. А правда ли, что обязательно человек должен пожелтеть, вот те, кто заразился этим гепатитом? Да нет, у нас есть даже формы, есть желтушная и безжелтушная формы. Желтушная форма как раз характеризуется тем, что человек пожелтеет. Но ведь у нас проходят многие формы и безжелтухи. А как вообще определить, что ты заразился? Потому что понятно, что мы не все каждый месяц проверяемся на гепатит. Ну, если заразился, если действительно это острый гепатит, так он все равно себя проявит. Появляется какая-то определенная клиника. То есть температура повышается, да? Ну, если острая форма, то да, то может температура повыситься. Но вот как раз для... Высокая эта температура, она больше характерна для тех гепатитов, которые передаются вот именно не... Вот для энтеральных гепатитов, которые при питье жидкости, когда там съедают этот вирус или слизывают с рук. А так вообще для острых гепатитов вот этих парантеральных вот высокая температура, она не характерна. Может быть, температура, ну, невысокая, где-то там так называемая субфибрильная температура. Там на первый план выходит не температура, а другие симптомы. Там вот для гепатита В, ну, и для гепатита С характерен так называемый диспептический синдром, да? Когда вот тошнота, вот когда плохой аппетит, вот потом, ну, вот боли в животе могут быть, даже может быть диарея. Она, конечно, не такая часто, не такая вот она, не каждый раз бывает, но тем не менее, вот диспептический вариант для гепатита В и для гепатита С, они наиболее характерны. Также для этого гепатита характерно так называемый остено-вегетативный синдром. Слабость, пониженная работоспособность, вроде бы всё нормально, да? А человек вот не может работать, вот ему хочется лежать, никуда не ходить, ничто его не интересует, он даже телевизор бывает, что не хочет смотреть, и книжки не хочет читать, просто лежать. Вот такая вот остенизация. Также может быть для гепатита В, больше для гепатита С не бывает, вот этим называемый, так называемый, артерологический синдром, когда болят суставы, болят крупные суставы. Вот так гепатит В, кстати, иногда и выявляли. Человек начинает обращаться к ревматологу, да, по поводу болей в суставах. Обследуют, выявляют, ну, там, повышение трансиминас, и потом обследуют на маркёры гепатитов, и выявляется вирусный гепатит В. А дети часто заражаются гепатитом? Понятно, что вот вы сказали, можно и руки облизать, взрослый не будет облизывать, да? Гепатитом А? Дети? Да. Вот когда вот у нас был этот неблагополучный по гепатиту А, то да, дети заражаются чаще, чем взрослые. Для детей чаще. Ну, вот гепатит А, ну, по крайней мере, от него же выздоравливают. Вот, гепатит В, вот для гепатита В сейчас что? Что сейчас хорошо? У нас сейчас прививки делают от гепатита В. И вот когда я начинала работать в 80-е годы, у нас было много пациентов с гепатитом В. А сейчас, когда стали делать прививки, у нас пациенты с гепатитом В, с острым гепатитом В, вот такие вот, когда были тяжёлые формы, их практически не стало. А на сколько вот эта вакцинация защищает? Она эффективная. Это я вижу по пациентам, по тому количеству, как вот у нас было раньше, и как сейчас, у нас сейчас пациентов с гепатитом В практически нет. Если только кто-то по какой-то причине не был прививки, и то, ну, раньше, это уже взрослое поколение, уже то поколение, которое в своё время ещё не прививалось. Это же ведь не так давно стали делать прививки от гепатита В. Так что прививки от гепатита В, это очень хорошая защита. А что делать тем, кто вот уже приобрёл, да, хроническую форму? Часто им приходится обследование проходить? Ну, те, кто имеют уже заболевание хроническое, значит, они просто должны быть... Мы должны вместе работать, и мы там вместе должны решать проблемы, потому что, знаете, сейчас идёт вот очень такое хорошее развитие вот этой гепатологии, да, и лечения гепатитов. Сейчас появляются всё новые и новые препараты для лечения гепатитов. Вот, и вот... И отношение к людей уже не такое. Если я помню, что в 90-е годы это страшно было, да, услышать, что-то человек заразился гепатитом каким-нибудь, да? Да. А сейчас у нас есть очень эффективные таблетки от вирусного гепатита С. То есть у Ненецкого округа очень хорошая лечебная база, да? То есть у нас нет дефицита препаратов. Ну, знаете, всё не так однозначно, потому что и гепатиты С тоже бывают разные. Гепатиты С, они там... Но лечение бесплатное, да, за счёт... Ну, да, да. Понимаете как? У нас вот есть гепатиты, они у нас нескольких генотипов. Вообще шесть генотипов гепатита С, но на нашей территории где-то вот три основных генотипа. Первый, второй и третий. Вот. И сейчас у нас есть очень эффективное лечение для гепатита 1Б. Таблеточки, это американские таблеточки. Они у нас... Лечение идёт по системе ОМС, то есть для пациента она бесплатная. Мы там уже решаем, там уже по нашему обследованию, там в течение двух или трёх месяцев. И, в общем-то, мы имеем очень хорошие результаты. Ну, там выздоровление 98 до 100%. Вот. А вот остальные генотипы... К сожалению, таблетки есть. Вообще они уже есть. Они уже есть на территории Российской Федерации. Их привезли вот осенью прошлого года. Но пока ещё у нас нет возможности лечить вот этими таблетками, потому что вот там не всё у нас. Видите, система ОМС, там тоже, там это надо, чтобы всё было предусмотрено, чтобы всё было говорено, чтобы предусматривалась там оплата этого лечения, потому что ещё не всё так быстро делается. Хочется побыстрее. Если какой-то член семьи болеет гепатитом, он опасен для остальных членов семьи? И как себя обезопасить? Да, если вот есть пациент, если есть член семьи с гепатитом, конечно, там надо соблюдать определённые правила. Но если член семьи с гепатитом В, то мы знаем, да, как защититься. У нас есть эффективные прививки. Прививка защитит семью. А если гепатит С, ну, видите, ещё вирус гепатита С, он... Там вот это, вот больше-то, это, конечно, пара муж-жена, да, там они. Хотя не так часто, как при гепатите В, получается вот передача половым путём только в пяти, максимум в десяти случаях. Да, то есть 90% случаев муж-жену не заражает, и наоборот, да. Это всё равно не 100% идёт заражение. Но, видите, всё-таки один из десяти, да, есть такая возможность. Значит, надо вот как-то знать, надо как-то остерегаться. И вот нормальные, адекватные семьи, вот как-то у нас всё вот бывает, что всё хорошо проходит, тем более сейчас есть возможность вылечиться. А если женщина заразилась, она может родить здорового ребёнка? Не повлияет это никак на плохо? Сейчас, конечно, если женщина заразилась, то, наверное, если есть возможность, то надо сначала вылечиться, а потом уже рожать совершенно здоровой. А если хроническая форма? Ну вот хроническую форму мы и лечим. Мы же таблетками этими, мы же лечим хронические формы. А если она забеременела до лечения, то, конечно, во время беременности никто лечение проводить не будет. Небольшой процент передачи всё-таки есть, да. Мы вот в 100% не можем обещать, что всё будет благополучно. Всё-таки может произойти передача. Как пациенты реагируют? Всё-таки, да, это такая неприятная болезнь. Вот человек ведёт здоровый образ жизни, да, правильный. И вдруг приходится, говорит, у вас там гепатит С или Б. Как они реагируют? Всё-таки ещё какая-то психологическая... Ну, конечно, люди расстраиваются. Нельзя сказать, что прямо, конечно, переживают, каждый по-своему. Но мы пытаемся вот разговаривать, объяснять, пытаемся всё-таки настраивать, что всё закончится хорошо, и при наших условиях у нас есть возможность от этого вируса избавиться. Елена Анатольевна, а какие можете дать рекомендации, чтобы не заразиться? Понятно, что 100%. А какие рекомендации? Никто ничего не застрахован. Вот мы когда с вами разговаривали по поводу ВИЧ-инфекции, да, ведь это те же самые пути передачи, что и при ВИЧ-инфекции. То есть вот, конечно, надо исключить всякое употребление внутривенно-психоактивных веществ, потому что вот это основная беда, да. Вот. Ну, половой путь у нас тоже остаётся, да, никуда он не денется. То есть вот правильный образ жизни во многом, конечно, защитит от этого гепатита. Вот вы сейчас затронули тему ВИЧ. Впереди у нас тоже сезон отпусков, да, и как не привести эту опасную болезнь с отпуска? Да, как защитить себя? Ну, это-то очень легко. Вот не привести ВИЧ из отпуска, это очень легко. Это легче, чем защититься от каких-то кишечных инфекций или ещё чего-то. Просто вот в отпуске-то себя вести нормально, вот обычно, да, и всё будет нормально. Но, к сожалению, у нас не все об этом помнят. Ну, значит, надо вот помнить, что есть эта проблема, это ВИЧ-инфекции. Презервативы, если там не уверен в своём половом партнёре, да. Ну, я уже не говорю, что там какие-то там... А вообще часто какие-то вот инфекционные заболевания привозят с отпусков? Может, даже какие-то экзотические? Ну, пока таких сильно-то экзотических... Ну, для нас экзотическое, может быть, даже вот клещевой энцефалит, да. Для нас уже это экзотика, потому что у нас нет... Потому что, к счастью, у нас нет этого, да, клеща. Но это вполне реально привести, там у нас есть регионы, поэтому, когда предполагают там выезды в эти регионы, наверное, стоит заранее побеспокоиться и сделать прививку, да, клещевого энцефалита. Вот. А так кишечную инфекцию нам... Часто привозят, да. Очень запросто, очень запросто. Вот у нас был период, нам привезли энтеровирусную инфекцию, где-то там вот из каких-то южных городов привезли. И мало того, что привезли, тут еще обусловили еще и возникновение местной вспышки. У нас туда вот был период, что у нас тут много народу переболело. Сначала болели те, кто приехал, а потом уже стали болеть те, которые были в контакте с приехавшими. Я помню, да. Да, так что... А ВИЧ-инфекция много болеет в нашем регионе? Ну, наш вот регион не является высоко пораженным ВИЧ-инфекцией. Он не является высоко пораженным. Но видите, у нас эти особенности нашего региона, что населения-то у нас совсем мало. А вообще заболеваемость, у него там вот особенность этой заболеваемости, когда мы ее высчитываем, там высчитывается заболеваемость на 100 тысяч населения, да. А у нас-то, получается, у нас эти 43 тысячи, то если кто-то делит, то мы умножаем. Получается, если там это два новых случая, то заболеваемость уже будет 4. Вот. Ну, так. В основном пути заражения это половой путь, да? Вот в нашем регионе основной путь передачи все-таки половой, гетеросексуальный. Вот это наш основной путь передачи, да. А кто чаще болеет, там вот женщины или мужчины? Ну, раз половой гетеросексуальный, то, конечно, женщины. Вот статистика за 18 год по подросткам. Значит, заражаются девочки, ну, по подросткам, 15-17 лет, потому что вот этот вот наиболее такая... Активная, что я считаю. Ну, активная, да. Ведь подростки не жили бы там всякие рискованные, да, по поведению, там чего-то узнать, что-то там это вот, ну, вот как-то вот на себе, да, вот как-то попробовать. Это дети из неблагополучных семей или все-таки из благополучных? Ну, вот знаете, ну, вот как получится. Никто ничего не гарантирует. Ну, а вот те, которые у нас уже есть на сегодняшний момент, все равно же какое-то социальное положение их учитываете? Ну, там есть проблемы в семьях, конечно. Есть проблемы в семьях? Те, которые, да, у нас были. Так вот я что хотела сказать, 70% это девочки. 70% девочки. А еще такая статистика, вот из группы 15-17 лет, значит, одна треть это сельские подростки. То есть есть город, есть село, да, вот. И когда вот у сельских подростков соотношение девочки-мальчики один к пяти. То есть понятно, что это гетеросексуальный путь передачи. В городе там немножко другое соотношение. Один к двум. То есть там еще, наверное, и все-таки употребление внутривильных психоактивных веществ тоже имеет роль. А есть ли среди них какие-то, ну, благополучные люди, так скажем, с хорошим социальным статусом? Конечно, есть. А когда вот с ними разговариваете, как они могли заразиться? Это вот что? Семьях кто-то принес? Ну, по-разному. По-разному, да. Но это же страшно вот сидеть и услышать вот такой диагноз. Как приходится работать, быть, наверное, психологом одновременно? Ну, вот знаете, да, вот, к сожалению, у нас нет психологов. Да, у нас вот нет... У меня вот нет специальных знаний по психологии. Уже так пытаюсь просто помогать словом как-то, ну, пытаться понять пациента, да. Ну, часто вот когда начинаешь разговаривать, думаешь, а как бы ты хотел, чтобы с тобой разговаривали, если бы ты оказался вот на месте того, да. Потому что надо все равно понимать человека, с которым ты общаешься. Это очень непросто. Вот. Да, это сложно. Это сложно. Принять эту информацию сложно. Привыкнуть к этой информации сложно. Ну, все-таки это не приговор, с ним живут и рожают здоровых детей. Да. Вот у нас сейчас есть достаточно эффективные методы воздействия, да, на вирус. У нас же эта антиретровирусная терапия, мы же ее очень активно применяем. Она дорогостоящая вообще, да, Елена Анатольевна? Для пациентов она бесплатная. Но вообще она, насколько слышала, она вообще дорогостоящая. Да, это федеральные деньги, они, это отпускается. Ну, потому что, видите, у нас, кроме того, что мы помогаем вот конкретному человеку, ведь еще есть это как лечение, как профилактика. То есть, когда мы лечим человека, он получает противовирусные препараты, мы даем у него вирусную нагрузку, вирус у него в крови не определяется, и человек у нас перестает быть источником инфекции. А то есть он уже не может заразить? Он уже вот таким активным источником инфекции у нас не является. Мы же проверяем, вот мы вот его лечим, мы его обследуем, и мы видим, что вирус у него не определяется. То есть мы настолько на этот вирус вот массивно воздействуем... То есть как не определяется? То есть у него нет вот этих антител, да? Антитела у него есть. Есть. Антитела есть у всех. Антитела это его антитела, которые он, в общем, вырабатывает на проникновение возбудителя, да? Вот. Антитела у него будут по жизни. А самого вируса в крови мы не определяем нашими методиками. Вот у нас, например, ну там, конечно, у нас нет такого, что вот совсем не определяется вирус. Например, у нас вот нашим методом, если меньше 50 клеток, то уже нашим методом он не определяется. Может быть, там 49 клеток, да, или 48, но мы уже пишем, что не определяется. То есть вирус-то есть, но его настолько мало, что он не может оказывать свое такое воздействие на организм человека. То есть нормальная система иммунитета, которая нормально отвечает на проникновение там всех этих агентов неблагоприятных, нормально срабатывает. И кроме этого уже нет такого активного выделения вируса с биологическими там всякими... Да, но если произошел все-таки незащищенный контакт, через сколько человеку нужно идти и вот обследоваться? Они же не сразу, получается, проявляются. Антитела, да. Да, проявляются. Вот этот наш метод обследования, он определяет антитела в крови. Антитела в крови у 90-95% появляются через 3 месяца. У кого-то раньше. Самый вот короткий инкубационный период, это мы называем инкубационный период, когда уже вирус в организме есть, антитела еще нет. Самый короткий инкубационный период – 2 недели. Самый длинный – больше года. Но вот в среднем все-таки 90-95% – это 3 месяца. Но когда проходит 3 месяца, мы и все хорошо, мы говорим, что вы знаете, 3 месяца прошло, но надо будет прийти еще через 3 месяца, потому что еще через 6 месяцев тоже могут появиться антитела. Может немножечко быть удлиненным вот этот инкубационный период, потому что у 1% инкубационный период может быть до года. То есть если после года ничего нет, то все уже... После года мы говорим, да, все хорошо. А если через месяц пошел, например, эти анализы, то... То мы рекомендуем через 2 месяца еще прийти, да. Ну и сейчас же сверхчувствительные какие-то препараты, вот считала комбо, да, есть вот этот вот, он уже на ранних каких-то стадиях может определить. Ну да, там эти наши вот реактивы, они сейчас достаточно чувствительны. Но все равно, понимаете, надо, чтобы уже антитела организм выработал. Все равно надо, чтобы у них было уже какое-то определенное количество антител, которых уже можно будет там выявить. А как часто нужно ходить, вот обследоваться на ВИЧ, на гепатит? В смысле, если была какая-то ситуация такая, ну вот, мы рекомендуем прийти через месяц, потом через 3, потом через 6, через 9 и в год. Да, ну это, конечно, страшно, но жить с этим все-таки можно. Получается, человек, он после заражения каждый день должен принимать какие-то таблетки, да? В смысле? И вот проявить инфекцию. А, ну вот если уже заболевание возникло, да, тогда, конечно, тогда вот эта антиретровирусная терапия, она уже на всю оставшуюся жизнь. Да. Другое дело, что, может быть, будут формы этой терапии немножечко другие, потому что сейчас принимать вот несколько таблеток, да, каждый день, может быть, это и тяжело. Вот стремятся создать новые формы. Например, вот инъекция, одна инъекция раз в две недели, да? То есть и две недели человек живет... Спокойно, ни о чем не думая, да. Да, да, да. Ну, то есть я думаю, что... А есть ли надежда, что все-таки придумают врачей вакцину, которая вот, ну, навсегда избавится? Я не знаю, каким путем, каким путем придут к лечению этого вируса. Я думаю, что все равно придут, потому что, ну, к этому стремятся. Но ведь вы же знаете, что уже есть, уже официально вот зарегистрирован случай, один случай из лечения от ВИЧ-инфекции. Так называемый лондонский пациент. Вы не слышали? Нет, не слышала, да. Нет, ну, это есть такая... А чего? Методом терапии это что было сделано? У нас 2% населения, вот на европейской части нашего материка, имеют защиту от ВИЧа вот уже вот в своем организме. 2% при естественных условиях у нас ВИЧом не заразится. Вот есть такая особенность защиты. Это у них иммунитет тогда? Это не иммунитет, это особенности, ну, особенности клеток. Я не знаю, конечно, это так достаточно все сложно попытаться объяснить. Да. Просто, знаете, я читала такую противоречивую информацию, что якобы вот нас и пугает вот этим ВИЧом, но его не существует. Ну, давайте не будем про диссидентов, мы даже говорить не будем, потому что я не знаю, что в головах у этих людей, почему они так говорят вообще, на основании чего они это говорят. Это, конечно, это все неправильно, и диссидентство, с этим надо как-то бороться, потому что не все хорошо, когда люди умирают из-за того, что прекращают принимать препараты. Мало того, что сами умирают, детей не лечат, и потом дети погибают. Поэтому с этим надо как-то там что-то делать. Я думаю, что с этим уже, наверное, скоро... Ну да, большой прорыв медицины в том, что сейчас вот ВИЧ-инфицированная женщина может родить здорового ребенка. Да, да, конечно, и мы к этому стремимся. У нас есть профилактика. У нас профилактика три этапа, то есть женщины получают во время беременности противовирусные препараты, те, которые не противопоказаны при беременности, да, в которых нет такого-то действия на плод. Потом у нас проходят профилактики в родах, и ребенок после родов через 6 часов тоже начинает получать препараты. В течение 4 недель ребенок препараты получает. В течение года или полутора лет, мы там уже смотрим по результатам обследования, мы ребенка наблюдаем, и вот если этот срок проходит, если мы все-таки уверены, что ребенок не заразился, мы его снимаем с учета. Анатольевна, ну как я уже сказала, впереди сезон отпусков. Вот как себя обезопасить от других инфекционных заболеваний? От других инфекционных заболеваний? Да. Но там главное, чтобы, если поедете отдыхать, надо смотреть, где отдыхаете, да, чтобы там все, в окружении, чтобы все было благополучно, да. И все-таки опасность там всяких кишечных инфекций, она существует. Поэтому, значит, надо смотреть, где живешь, с водой аккуратно, что ешь, что пьешь, где отдыхаешь, какое окружение. Это вот надо, если еще мама едет с ребенком, вот это надо вот еще в 100 раз быть вот осторожнее. Многие едут, да, в какие-то экзотические страны, но у нас же нет прививок, и никто не делает, да, чтобы защитить вот именно от тех инфекций, которые там существуют, там, на этом континенте. И стоит ли вот ехать тогда? Ну вот, знаете, вот проблема малярии, да, вот эти, знаете, у нас ведь малярия, она есть, и, в общем-то, меньше-то ее не становится. И вот не в этом, а в прошлом году было даже два летальных исхода не у нас, в стране. Это именно... От малярии, нет, взрослые, взрослые, да, посетили вот это... А в чем она проезжает малярия? Малярия? Да. Ну, это малярия, это когда заражаются от комаров, при укусе комара развивается температура там, ну, там определенная клиника, вот, и надо вовремя, надо вовремя вот этот диагноз поставить, и надо назначить вовремя эффективные препараты, препараты специфические при малярии. Они могут не быть вообще, да, в каких-то... Они могут не быть, они могут не быть, потому что вот сейчас с препаратами, которые раньше закупались, они вот там... сейчас у нас есть проблемы с препаратами. Ну, есть же рекомендации, да, вот, например, приходишь в турагентство, говоришь в какую-то страну, хочешь поехать, тебе дают список прививок, какие должны быть, а у нас ставят их в наших поликлиниках, и бесплатные ли они? Нет, нет, у нас есть прививки бесплатные, а есть прививки все-таки платные. И если какие-то надо поставить прививки, которые действительно необходимы для поездки, но так как правило... У нас забывают об этом, вот, к сожалению. Вакцина закупается на свои деньги, ну, там прививка уже, прививка, там не знаю, как она делается, но, по крайней мере, вот так вот бесплатно этой вакциной вас никто обеспечивать не будет, если это не входит. Вот, план обязательно прививок. Да, но все равно мы живем в живом мире, да, мы не можем там ничего не трогать, ничего не есть, да, понятно. Но, может быть, стоит тогда развивать иммунитет, и что нужно для этого сделать? Ну, понимаете, специфический-то иммунитет сложно развивать. То есть он как в данном привычке. У нас есть иммунитет не специфический, а специфический, да. Вот у нас есть вот те антитела, которые у нас уже есть в организме, там, которые, ну, вот, мы получили от мамы, которые потом разрушаются, вот. И есть антитела, которые вырабатываются в организме в процессе жизни. И если нет защиты от каких-то определенных заболеваний, если нет иммунитета, который специфический на определенные инфекции, то сложно его развивать. У нас еще, мне кажется, проблема в голове психологическая. Есть некоторые люди, которые просто боятся, я не знаю, боятся заразиться инфекцией. У меня была такая бабушка, она притирала все вокруг себя, мыла руки 10 раз на дню. Что делать тогда с этим? Мне кажется, бояться не надо. Жизнь не будет казаться сказкой. Мы же в процессе своей жизни встречаемся со всякими микробами, и вот если так это все нормально, если нормальная иммунная система, наш организм вырабатывает антитела, которые являются защитой нашего организма. Вот если небольшими количествами эти антитела попадают, клиника не развивается, а антитела вырабатываются. И если в следующий раз встретиться с этим возбудителем, то уже, в общем-то, будешь защищен от данной инфекции. Елена Анатольевна, спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию, очень конструктивный диалог у нас получился, много и для себя, а мне удалось выяснить. Приходите к нам еще. Спасибо. Напомню, это была программа Актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях был врач-инфекционист, Нинеская окружная больница, Елена Микушева. Будьте здоровы, встретимся в эфире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...